Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 1-2 финала плей-офф Лиги Европы и Интер-Шахтер. Смотрим, как команды отыграли четвертьфинальные матчи. Интер в дебюте матча получил серьезное преимущество над Байером, забив к середине первого тайма два гола. Немцы явно недооценили атлетические способности Лукаку и были за это наказаны. Правда, Байер тут же один мяч отпитал, но итальянцы большего не позволили сделать своему сопернику, ибо защищаться Интер умеет не хуже, чем атаковать. Пусть Байер и владел мячом в два раза чаще, но толка от этого было очень немного. Шахтеру повезло еще больше. Уже на второй минуте горняки забили гол в результате оригинально разыгранного углового удара, который явно был домашней заготовкой, и она сработала. В середине второго тайма после удара Тайса на мяч нашел ногу защитника и влетел в ворот от. Атакующих возможностей Базеля было явно недостаточно, чтобы ликвидировать такой большой гандикап. Шахтер продолжал играть на кураже, заработал пенальти, но пропустил совсем необязательный гол на последних минутах. В итоге крупная победа 4-1. Все по делу. Шахта выглядела лучше, больше атаковала, много била по воротам, поэтому победила заслуженно. Буки ставят Интер фаворитом на этот матч. Все логично. Обе команды сейчас находятся на пике своей формы и очень близко к этому. Интер не проигрывает последние 10 матчей. Шахтер не проигрывает последние 12. Правда, уровень соперников у команд был разный. Что до игр в Лиге Европы, то здесь у Интера 4 победы и по ровно на тотал меньше большего безобьет Донетт. У Шахтера 4 победы, одна ничья и все матчи на тотал больше. Чего можно ждать в очном матче с сильных соперников? Очень плохо будет, если Шахта начнет играть первым номером. Тут в машине Лукаку ездит разгуляться. Здоровенный бельгийц снова убежит в контур, продавит свои массы любого защитника, а забивать Ромала умеет. Если Интер забьет первым, горнякам будет очень сложно пробить оборону итальянцев, ибо она на порядок лучше, чем у Базеля. Конечно, донецкие бразильцы способны придумать пару-тройку моментов, но удастся ли их реализовать? Шахтер сейчас находится в прекрасной игровой форме и команда не обделена вниманием Фортуны. Интер очень серьезный соперник. Наверное, если бы матч был из двух игр, у Шахтера было бы немного шансов на проход, но в одной игре можно потягаться на равных с итальянцами. Учитывая результативную игру Шахтера, который хорошо играет в атаке и много забивает, но при этом далеко не безрешен в защите, скорее всего, в этом матче должны забивать обе команды. Поэтому ставка на тотал больше, чем обе забьют, да, напрашиваться как бы сами собой. Однако, не надо забывать о том, что перед матчем с Байером Интер не пропускал в четырех играх подряд от таких соперников, как Аталанта и Наполи. Если Интер забьет первым, Нерадзури запросто могут соорудить железобетону своей штрафной, пробить которую будет можно только дальнобольной артиллерией. Если же Шахтер забьет первым, то здесь, скорее всего, пойдут качели, которые могут привести к очень крупному счету. Буки дают умеренно высокий коэффициент на тотал меньше. Что до победителя матча, то с учетом коэффициентов сейчас можно рискнуть взять непроигрыш Шахты в основное время. На Х2 стоит 2.32. Очень хорошая цифра в нынешней ситуации. Главное, чтобы Шахта не переоценила свои силы и придумала, что делать с Лукаку. По всей видимости, народ сейчас начнет грузить на Шахтер и коэффициент на Интер поползет вверх. Поэтому, кто уверен в победе итальянцев, наверное, стоит подождать и посмотреть за движением линии. На данный момент, с учетом тех коэффициентов, которые выставили в Буки, дядь Юра становился бы на варианте тотал меньше, обе забьют да плюс Х2, что соответствует счету 1.1. За базовый вариант дядь Юра взял бы тотал меньше за 2.34. Вариант с обе забьют да мало интересен по причине низкого коэффициента. Вариант с Х2, пожалуй, имеет самую низкую вероятность из всех трех предложенных. Вариант с тотал меньше логически объясним, если исходить из того постулата, что обеим командам в какой-то мере везло в предыдущих матчах в атакующих действиях, когда залетали далеко не очевидные голы. Кроме этого, шансов на то, что Интер забьет первым, чуть больше, чем у Шахты. Если так случится, вариант низового матча возрастает многократно. Поэтому на данный момент дядь Юра считает, что тотал меньше очень реальный в такой игре. Тем более, что шахтер в Лиге Европы еще не играл на тотал меньше, что еще больше повышает вероятность низового матча. Накануне игры дядь Юра сделает анализ движения коэффициентов и окончательный прогноз, который может измениться в ту или иную сторону. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok